Вы хотите салаты круглый год? Отлично! Как их получить? Вы хотите клубнику каждый год? Замечательно! Я хотел бы вам немножко рассказать о 3D земледелии. Как можно меньше обрабатываем и как можно больше получаем. По этому принципу я двигался на протяжении 6 лет. И за все это время площадь обработки, как это ни удивительно, она уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. Знаете, удивительно, но вот это вот уменьшение площади, я добился прекрасных результатов. То есть 0,08 площади дали 16 мешков крепко набитых мешков по 40 килограмм, как обычно крестьяне набивают, картофеля. Мой опыт позволит более уверенно себя чувствовать дачных участников дачного промысла. Потому что им на 6 сотках всегда было тесно. Они всегда боролись за выживание, за солнце и так далее. Те уроки и те лекции, которые у нас будут проходить, они помогут правильно выстроить приоритеты в саду. Правильно расставить растения. Получить 2-3 урожая с маленькой площади. У меня на участке деревья маленькие, а растения большие. Они как бы выравниваются по росту. То есть, условно говоря, я практикую клубнику, которая растет выше яблони. И они начинают плодоносить, вот, например, клубника начинают плодоносить в середине апреля и заканчиваются в середине декабря. Это вообще очень интересный процесс, который может многих заинтересовать. Если вам это все понравилось, тогда мы вас приглашаем просто на наши лекции. Я надеюсь, что это будет взаимно интересно. Добрый день, друзья. 1 июля. Ягоды растут. И уже сейчас можно предварительно сделать вывод об опылении. Как опылились виноградные кисти. Вот перед вами Виктор или Виктор. И, как видите, много горошащихся ягод. То есть, это ягоды из цветков, которые не опылились. Дожди во время цветения сделали свое дело. Виктор никогда не горошил. Также плохо опылился и юбилей Новочеркасска. Кстати, на этих сортах и брелином я не работал. Это двуполые сорта. Я не работал и по гороху. Очень неплохо опылился гелиус. Но это, скорее всего, из-за того, что он свел позже. В перерыве между дождями, скажем так. И очень хорошо, несмотря на пик дождей во время цветения, опылилась лора. Но по лоре я работал. Работал гиберелином. Концентрации 100 миллилитров. 100 миллиграмм на литр воды. В период полного цветения. Лора завязалась великолепно. Благодаря гиберелину извне. Ну, небольшое, совсем небольшое горошение будет удалено. Сегодня-завтра я начну здесь прореживать грозди. А вот прививка штамп куста. Эта прививка сделана весной. И вот только на сегодня, 1 июля, видно, что побеги действительно тронулись в рост. До этого побеги стояли на месте. То есть, сидела на месте прививочка. Побеги пошли в рост, остановились. То есть, происходило сращивание компонентов прививки. Теперь же, когда сращивание завершилось, побеги пошли в рост. Вот именно поэтому, из-за позднего такого трогания побега в рост, я и предпочитаю здесь у нас, довольно тёплых краях, делать прививку штамп куста осенью. Это она, прививка штамп куста, сделанная весной. На 1 июля побеги пошли в рост. Хорошо, интенсивно пошли в рост. Ну а на винограднике продолжаем профилактику болезней. Если необходимо, борьбу с болезнями. Кто химическими средствами, кто микробиологическими, кому как нравится. Не забываем также о поливах виноградника. 70% всей влаги, потребляемой кустом виноградным, приходится на вот этот период роста ягод. Конечно же, продолжаем проводить зелёные операции. Это посынкование. У сортов, которые не подвержены солнечным ожогам, вот лора абсолютно не боится солнца, можно постепенно по одному-два листочка удалять старые листья в зоне расположения гроздей. Вот так. Продолжаем подвязывать побеги к проволоке. Продолжайте подкармливать, удобрять ваши виноградники. И не спешите обламывать верхушки побегов, которые переросли в верхнюю проволоку. А здесь двухлетние кусты инжира. Месяц назад это были ещё совсем малыши. Рост кустов инжира радует. Работы много на винограднике. Но заботы эти приятные. И ещё. Предлагаю вам приобрести черенки винограда и инжира. Ссылочки вы видите в описании этого видео, под видео и слева вверху. Успехов вам и урожаев! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok